ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Похоже, ненаказуемому превышению скорости до 20 км в час в России скоро придет конец. Уж слишком высок градус обсуждения данной темы. Уж очень влиятельные силы столкнула она лбами. Мосгордума предложила внести поправки в КОАП, по которым штрафовать водителей будут за превышение уже от 5 км в час. 500 рублей, 1 тысяча, 2,5 тысячи, 5 тысячи и так далее. Максимальным штраф до 20 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 60 часов, либо лишение прав, будет наказание за превышение на 60 и более километров в час. ТРАССА СТО ОДИН Вступление в силу новых правил получения водителями медицинских справок снова собираются перенести, на этот раз на 1 марта следующего года. Буря разразилась, напомню, ровно два года назад, когда автовладельцы узнали, что им придется сдавать специфические анализы на хроническое пристрастие к алкоголю. Из-за этого стоимость справки подскочила в несколько раз. Новшества вскоре отменили, а затем доработали. Дескать, сдавать дополнительные анализы придется только тем, у кого врачи-наркологи заподозрят серьезные отклонения. ТРАССА СТО ОДИН КИА озвучила стоимость обновленного СИД. Минимум 1 миллион 565 тысяч рублей хатчбэк и 1 миллион 605 тысяч универсал. Основным изменением стало появление в линейке моторов полуторалитрового турбированного бензинового агрегата мощностью 150 л.с. Он пришел на смену 140-сильному двигателю 1.4. Новый мотор работает совместно с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Механическая коробка, кстати, вообще исключена. В самых дорогих версиях предусмотрены спортивный обвес и различные электронные ассистенты, включая систему предотвращения лобовых столкновений. ТРАССА СТО ОДИН В Нью-Йорке ввели огромный по российским меркам штраф для водителей за слишком шумный выхлоп – одна тысяча долларов. Таким образом, власти штата хотят приструнить ночных стритрейсеров, которых в последнее время стало значительно больше. Кроме того, чиновники пообещали лишать лицензии автосервисы, которые занимаются доработкой выхлопной системы автомобилей. ТРАССА СТО ОДИН В муниципальной организации, обладающей автомобильным парком, рано или поздно встает вопрос о списании транспортных средств. Какой порядок здесь предусмотрен, пояснит руководитель отдела транспорта компании «Экскон» Константин Кузнецов. Для муниципальных предприятий мы проводим оценку целесообразности дальнейшего использования транспортных средств, то есть списания. Для этого руководитель должен к нам обратиться с письмом. В дальнейшем мы заключаем договор, едем, осматриваем машины и мы составляем смету по восстановительному ремонту, по рыночной стоимости. Делаем заключение о нецелесообразности дальнейшего использования данного автомобиля. После этого они могут списывать и ввести его в эти порядка 7-10 дней. Компания «Экскон» находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13. Телефон горячей линии 73-50-50. Сайт ex-defiscon.ru На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин